а когда вы поехали в италию вот эмигрировать 80 и вы были без денежки совсем не было мало денег но мы тем не менее вам из америки не подкидывала она при подкидывала так сказать вещами так ну хорошо от жили вы там в италии сколько пока ждали уже в отказе были в этом полгода приехали туда в мае уехали 31 октября и депрессивных так заказов приходится а ну потому что вот тут вот как раз этот фактор молодости очень сработал вы знали что все хорошо будет я была уверена во конечно психово потому что это скажу он не хотел уезжать у него оставалась мама у него оставался брат и он вообще не хотел уезжать я уже там надавила в итоге вот сейчас задним числом он не живешь не потом приехали через до через по-моему пять лет приехала мама а потом уже и брат мало ли было такое вот из вашего опыта что вот идешь на проводы какие-то которые каждые там каждую неделю кого-то провожали в это время и приходишь на проводы и там выезжает какой-то твой приятель а там ты видишь его там двоюродного или родного брата и ты его спрашиваешь но вы когда я никогда это моя родина нет в это время когда мы уже уезжали восемьдесят девятом году уже все уезжали в этом разница между киевом и москвой в киеве у людей меньше иллюзий о том что можно может наладиться знаете но но об этом вообще никто даже и не думал что это может наладиться просто в некоторых были обстоятельства они просто не могли выехать были какие-то пожилые родственники там бабушки или что-то нет я тебе скажу когда мы уезжали тоже было такое очень плачевное зрелище когда эти пожилые люди которые которых вывозили которых все-таки уговорили да 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 и на колясках и вообще это было ужасно мы слава богу были еще более-менее тогда мог очень молодые по сравнению и родители у нас были молодые слушай а вот ты не помнишь такая передача была на телевидении украинском назывался на мифы и действие снести нет а мы со светой были в киеве как там была передача там сидела группа человек 20 каких-то евреев то загнанных на эту передачу которые открещивались от израиля и один там например был такой он говорил мы с возмущением таким мы получили значит там какую-то посылку и вызов от каких-то людей которых мы вообще не знаем я написал возмущенное письмо вот внимание да я написал возмущенное письмо в адрес отделение связи что ему выслать даже его нет родственника конечно нет но видно было что это абсолютно такое сфабрикована да такое сфабрикована мы сидели со светой смотрели телевизор и так мозги промывали и тогда и сейчас конечно конечно я нет я это во первых я эту передачу не помню и но я уже этого не помню ну хорошо и было каким-то инженером да каким я была гидротехник гидротехникам то есть у тебя какой-то статус я не знаю но что-то инженер там мать там мама учитель мама учитель мама учитель папа партийный не мама никогда не было папа был папа был папа отставной основной вояка папа так вот это как сказать папа был майор да значит и вот но молодым уволился уволился да я помню его такой совсем энергичный но он вообще у я тебе говорю вот он уже последнее время перед уходом вообще он ему было девяносто четыре года в доме и мы бы вами да вот это было два года назад двенадцатого августа его не стало он нам очень моложе он был в госпитале он был целый месяц в госпитале мы делали интюбейшн у него была немония общем короче говоря он откуда но у него не было ковида при всем при том он никогда не было обучение такой как возвращаясь к папе ну вот он такой весь партийный амада да все такое как и как ему я сначала алла уехала и его там это была ужасная травма для него он всю жизнь верил в то что знаешь советская власть это правильная власть и он служил и турнивы турнула из досад когда он подписал но он служил этой власти политработник и ты понимаешь его работа была вся заключалась в том чтобы уговаривать но убеждать людей не специально он он разделял взгляды то есть он как бы натурально это все делал не то что он там кривил душой он искренне абсолютно но вот как искренний человек не который душой криво понятно а который искренний как он принял это потом все вот вот и стал он отъезд нет а дальше от я когда он сюда приехал ну как-то пи перековался я не знаю что-то там в голове изменилось а может быть это всегда было но он как-то это скрывал потому что от страха или от того что этого нельзя было делать он работал здесь или уже нет по возрасту нет ну хорошо но он как бы что называется enjoy life здесь я обожал так а что именно ему так все он нравился ему этот штат ему нравилось ходить в магазин ему нравилось быть среди своей семьи он обожал детей машину водил водил ну то есть он как бы сказать влился как-то и джастал то есть у него от напряжение это сошло сошло напряженный я помню да 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 ну я думаю подспудно что это все-таки какой-то был страх вот это вся понимаешь система давай посмотрим давай давай сейчас мы им всем помашем ручкой давай помашем иди сюда помашем ручкой они нам помашут давай сейчас мы всем помашем это просто туристы а им выдели по шапке зеленый купишь билеты тебе еще шапку за деньги так вы может не стал покупать шапку а так тебе и отключили стоимость до ну во всяком случае они хоть тепло одену ну что же хорошо ладно расскажи о себе чем ты занималась все эти годы американские вот и была инженером как ты говоришь но я работала инженером я когда приехала у меня была приятельница я вообще инженерии никогда не могу и когда я ее окончила свой этот колледж институт и так значит инженером не зашло и когда вы сюда приехали я даже выбросила свой диплом хотела выбросить нет я его привезла но я настолько не любила эту инженерию что я решила что я этот диплом выброшу я не хочу его брать с собой но взялась а пришлось бы быть вот кем тебе пришлось побывать таких качествах вот поначалу особенно когда там не особо выбираешь здесь да но я бы тебе говорю я приехала но я работал на каких-то разных таких но это было очень-очень быстро и устроилась на свою работу прокат на которой проработала эти 30 свои лет я устанавливать на одном месте не нет на одном месте проработала 20 лет а потом мой товар я устроилась да я устроилась дентал ассистентом что делает бы то есть я тебе скажу я пришла по своей нужде у меня заболел зуб и мне надо было пойти просто к врачу это дюйш федерейшн они ну как бы соединяли врачей которые хотели бесплатно оказывать сервис люди волонтеров да да как волонтеры работали и вот я попала к этому самому врачу совершенно случайно потому что денег же у нас же не было ничего же не было и я вот так лежа в кресле и у него спросила слушай тебе не нужны какие-то работники мне сказали что надо сразу сказать работу какую работу то есть инженером я не хотела я не могла у меня не было достаточно языка английский то был ну такое у доктора работать был слабенький но я выучила научилась хорошо ты говоришь доктора вот нет ли работы я бы сказала тебе слушай тебе не нужен работник а он был abscess вот с россии потому что его корни там были из россии и отец его был из россии это еще было до революции какие-то родственники он американский врач американский американец тут родился и он был просто мезморайзм меня и все это что я из россии что я живой так сказать они же не видели тут так направо просто в сегодняшнем мире когда ты как из россии понимается из российской федерации а в то время это было все россия да понимаешь да уже не разделял там киев или одесса по моему папа был из одессы откуда-то в общем для него это все было россия украина для него это все было одно и то же короче он меня тут же так что делать-то взял учиться потому что я же этого абсолютно учиться что делать что делает это лассистент помогает доктору как медсестра ну что в дентал как инструмент готовит операции он готовит операции ассистирует там именно вот сердце и да так он был кстати сердце поэтому нам приходилось мне приходилось делать сердце я забыл кошмар какой то есть тебя то есть играется в крови там по локоть абсолютно абсолютно он был урон сурчин то есть хорошего росту как хирург он очень хорошего но потом уже уже лейтер in life он решил что он будет general лентис потому что у него можно надо было вот нет даже не по этому нужно было платить очень большие иншурансы когда ты орал сурчин а вот человек который работает в этой профессии помогает там дантисту да ну понимаю что дантист надо хорошо зарабатывать а вот допустим этот самый ассистент он он прилично то есть это скажем больше чем там в магазине тогда это были копейки это было 5 долларов в час через там пару-тройку лет относительно других профессий ты понимаешь вот если в смысле денег это не было большая зарплата это было небольшая зарплата форма релина могут отношения которые они все весь год они меня как бы и да 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 принимаешь они меня приняли они мне помогали у меня не было машины не меня возили или про первое время а вот допустим 10 лет чем проработал по тех который работает на такой работе может там дом купить да мы купили там ну здесь нормально мы купили дом через три года хорошо ну тогда дома были не не недорогие но не такие дорогие в сравнении ну конечно да да мы купили то есть зарплата была небольшая и я в не могу сказать что это были какие-то там я не знаю миллионы зайчик давай мы сейчас покажем зайчика друзья смотрите зайчик побегай чик хорошенький смотри полный парк этих зайчиков почему этот еще крупный тут есть такие на свете живет такой же всем как голуби да 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 ну хорошо вот с точки зрения того что прошло там 30 лет до с копеечкой и америка изменилась я не говорю про вас мы конечно изменились вот америка изменилась и вот люди сейчас продолжают эмигрировать да они но не очень так большой поток не ну какой есть мы когда-то сейчас продолжает эмигрировать но но как большая миграция ты чё сейчас через мексику идут сотни на но это люди это уже как бы да это не так не так это совершенно не за иммиграция но для да но есть люди которые мечтают об эмиграции рвутся в эмиграции пути эмиграции вот они приезжая сюда оказывается в худшей ситуации чем мы тогда были или в лучшего они все-таки могут продать какую-то недвижимость дома если в лучшее потому что они с деньги какие-то привозят у нас ничего мы приехали нам поменяли тогда когда мы приехали вот первоначально нам поменяли 90 долларов на человека то есть посчитай нас было четыре человека я выступить вам 150 на 90 долларов и мы поехали вот за границу в австрию потом в италию вот я помню нам были рады вот мы приезжали и люди на улице там подходили там и тут то же самое было сейчас а вот сейчас кто-нибудь и врат вообще я не знаю мне конечно людей жалко и я бы сказала что может быть что они делают правильно что они туда уезжают потому что никто не хочет воевать и никто не хочет чтобы их дети воевали наверное если бы я там была кроме войны хватает что что кроме войны хватает да но вот я тебе скажу просто если бы допустим сложилось так чтобы мы бы не уехали и мои дети были там я бы сделала все чтобы они оттуда убрались чтобы не попасть войну ну да сейчас мне конечно жалко людей что они должны со своих насиженных мест уезжать съезжать но то же время рада я им или нет но я не про тебя я говорю про американцев я просто говорю что они приезжают в другой ситуации абсолютно они приезжают они берут с собой какие-то у них какие-то есть накопленные деньги они это с собой забирают а я говорю ребята куда вы едете потому что у нас творится у нас поляризация в обществе да да инфляция у нас у нас все менее доступным становится недвижимость там скажем для новичков и тогда легать они говорят да вы не понимали они этого не понимают вот вот они гад война год вы не кроме того что еще хуже но безусловно так я говорю там война там это просто это опасность это люди могут погибнуть тогда так скажем да пусть не выпендриваться правильно да а вот и едут себе едут о давай мы покажем дом идем 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 с тобой вместе пойдем мы с тобой как американцы вот 89 90 года заезда вот придем сюда тут музей такой 90-м году приехали 89 мы подавались друзья вы есть написано гукин хаус друзья 1790 года 1790 года я хочу сказать что мы давайте мы сделаем селфи этим мы сделаем селфи такое счастье пока чтобы ты видела тоже вот мы делаем селфи и я бы мы тогда были еще маленькие совсем и ничего не помним про те времена но про наши времена 1790 это точно маленький совсем вот а про эти времена мы хорошо помним если в общем друзья если надумаете так и давайте а если нет так и нет так и нет так тоже хорошо хорошо даже может еще лучше а